В минувшую зиму, иногда очень тёплую, было несколько нашествий волн холода. В рождественскую ночь температура опускалась до минус 17. А с 20-х чисел декабря стали на цвет серёжки фундука. А после вот этих рождественских морозов отмёрзли они, как говорят, по самое «не могу». А что женские цветки? Какие-то успели принять пыльцу и спрятаться обратно в одежке зачатки листьев. Какие-то в самый разгар цветения погибли. И это даже лучше. Не надо огромных урожаев. Пусть будут урожаи средние, но каждый год. Не знаю, видно так, видно. Сейчас мы пройдём кроще. Хорошо в летний жаркий день выйти из бассейна, подойти к круглому столу и хлебнуть прохладного венца. А потом на солнце или вечерком собраться вот у такой олимпийской чаши и долго-долго смотреть на огонь. Говорят, на огонь, на воду и как другие работают, можно продолжительно смотреть. Ну, это такое отступление лирическое. Появились на свет Божий. Сейчас мы попытаемся найти. Ага, вот есть тут, видно. Цветки женские, цветки запоздалые. Я их называю фригидными. Очень большого тепла они требуют. Тепло теплом. А где же взять серёжек? Мужских. Но, как говорится, их есть у меня. Хочется дамам опылиться. Любой каприз. Мы должны их выполнить. Месяца полтора назад тому было у меня видео, где я показывал подготовку на всяких случаях к доопылению. В междурядях были разложены ветки с серёжками. Тогда ещё не очень созревшими. Вернее, ну, они ещё не тронулись в рост. Упал затем снег до полуметра. Морозы ещё были в феврале. Довольно-таки сильные. Но хорошо они сохранились. Вот это видно. Вот я поднял одну из веточек. И сейчас мы проведём до опыления. Известно, что серёжки рано у фундука пылить начинают. Рано созревают. И у культурных форм. Именно вот у южных. И попадают под мороз. Последние годы это регулярно случается. В связи с чем обязательно в саду фундука надо иметь опылители. Пылящие позже. Есть у меня несколько деревьев. Вернее, кустовый полуфундука. И льщина даже где-то есть одна. Держаковое дерево. Я его когда-то показывал. Можно предварительно собрать пыльцу. И затем опылить эти кусты, деревья. А можно очень просто. Подняв с земли ветки. Даже не размахивая ими. А вот так просто. Надо водрузить где-то между стволов. И ветер. Вот сейчас ветер стих. А вообще-то день начинался очень ветрено. Ну, вся неделя ожидается ветрено. И пусть ветер этот работает на нас. Разносит пыльцу. Всего вам хорошего. Смотрите полезные видео.